ПОМАЗАНИЕ Первая книга царств, 16 глава, с 1 по 13 стих. И сказал Господь Самуилу, «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой Илеем и пойди. Я пошлю тебя к Иесею, Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил, «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал, «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иесея к жертве, я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Ифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, «Мирен ли приход твой?» И отвечал он, «Мирен». Для жертвоприношения Господу пришел я, осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Иесея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елеава, сказал, «Верно, сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иесей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, «И этого не избрал Господь». И подвел Иесей Самму, и сказал Самуил, «И этого не избрал Господь». Так подводил Иесей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иесею, «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иесею, «Все ли дети здесь?» И отвечал Иесей, «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иесею, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иесей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог селеем и помазал его среди братьев его. И почивал, дул Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму». Размышления, часть первая. Шаг веры. Первая книга царств, шестнадцатая глава с первого по пятый стих. Давиду суждено остаться в истории величайшим царем Израиля. Но прежде, чем замысел Бога начнет воплощаться в жизнь, от Самуила требуется проявить веру. Когда Бог велит ему помазать нового царя, пророк опасается за свою жизнь. Бог посылает его в дом Иесея, сказав, что укажет, что делать. Стих третий. Нередко Бог действует именно таким образом. Нам хочется, чтобы Он в деталях описал все шаги к выполнению поставленной задачи. Но часто нам даются указания только на ближайший шаг. Исполнив его по вере, мы получаем от Бога дальнейшие инструкции. Если сразу узнать все, что Бог хочет от нас, то может показаться, что это слишком. Но когда Бог ведет за собой шаг за шагом, оказывается, что у нас достаточно веры, чтобы повиноваться Ему и исполнить Его волю. «Была вала ли вам страшно от осознания того, что Бог хочет от вас? Сделайте маленький шаг послушания в вере и ждите от него дальнейших указаний для следующего шага». Размышления часть вторая. Меньший из них. Первая книга царств, 16 глава, с 6 по 13 стих. «Израиль выпросил себе царя, а тот подвел Бога и народ. Но у Бога есть совершенно неожиданная альтернатива. Это человек настолько внешне нецарственный, что ни пророк, ни даже собственный отец не могут представить его в такой роли. Однако для Бога характерно избирать тех, кого мир меньше всего ожидает. Придет время, и некто, не имеющий ни вида, ни величия, способного привлечь нас к себе, окажется тем не менее царем царей. Случалось ли вам чувствовать себя недостойным служить Богу? Ободритесь, Бог чаще всего использует как раз таких людей. Нам нужно не зацикливаться на своих недостатках, а уверовать в то, что Бог силен прославиться и через них. Молитва Дорогой Господь, пожалуйста, помоги мне помнить, что Твоя сила совершается в моей немощи, и Твое могущество ярче всего является в тех, кого мир считает недостойными. Используй меня так, как угодно тебе, ради Твоей славы. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Иисус Христа